Всем огромный привет! В этом видео я хочу вам показать очень яркий макияж, где мы сделаем акцент на всем. Этот макияж очень классно подойдет для вечера, а также будет очень хорошо смотреться на фотографии. Тома на низкие предварительно. Это тональный крем от MAC Studio Fix с супер тонким слоем, консилер и база под тени тоже MAC. Припудриваю лицо сатиновой пудрой и также наношу ее в качестве подложки под тени. В принципе, это и будет самая блестящая текстура, которую в этом макияже я использую. Старайтесь макияжи, которые сами по себе очень яркие, не перегружать дополнительными блестками, блеском и турламутром. В этом макияже особое внимание я хочу уделить бровям. Беру широкую кисть для лайнера и задаю им форму. Так сказать, намечаю, чтобы брови получились симметрично и на одной высоте. Затем более детально прорисовываю их уже кисточкой для бровей. Темным карандашом прорисовываю ресничный край и хорошо растушевываю. Это позволит мне более интенсивно нанести тени и избежать пробелов между ресницами. Чтобы визуально увеличить глаза, направляющие растушевки я намечаю на открытом глазе. Таким образом, она получается немножко выше естественной складочки. Заодно прорисовываю нижнее веко. И все хорошо растушевываю. Теперь уже тенями прокрашиваю основную линию и немножко вывожу ее к вискам. Выбрала светло-серый цвет для того, чтобы выделить голубые глаза. Темными тенями заполняю внешний уголок глаза. В качестве соединительного оттенка я выбрала бежевые тени. Они должны быть тимнее, чем натуральный цвет кожи. Той же самой сатиновой пудрой высветляю внутренний уголок глаза. Чтобы линия ресниц получилась более яркой, наношу на нее лайнер. Но хорошо его растушевываю. Слизистую на верхнем веке прорисовываю черным лайнером. А нижнее веко в несколько слоев прокрашиваю черным карандашом. Тот же самый продукт, что и на скулы, я наношу по косточке к бровям и от бровей к носу. Это придает макияжу глаз больший объем. Клею реснички. В этом макияже реснички просто необходимы. А теперь можно выделить скулы и нанести румяна. Я не сделала этого в начале макияжа, для того, чтобы не переборщить с интенсивностью. Потому что и так у нас слишком много акцентов на лице. Макияжа. Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, макияж готов. Также вы можете увидеть, как он выглядит на фотографии. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы узнаете для себя что-то новое. До новых встреч! Пока!